Как побеждать психическое влияние времени? Побеждается памятью о Боге. Человек с себя переключается на Бога и думает о Боге не потому, что он надо родственникам быстрее, а потому, что просто я хочу любить Бога. Я служу Ему, думаю о Нем, заботюсь о Нем и знаю, что если я переключился с себя на Него, знаю. Вот это называется вера в Бога. Вера в Бога не то, что я его прошу и он помогает. Когда я переключился на Него и думаю о Нем, прославляю Его, служу Ему своими мыслями, то знаю, что в это время Его божественная сила вместо меня действует на родственников. Пока я думаю о них, моя сила на них действует. Если я думаю о них и молюсь Богу, то Он мою силу наполняет насколько может, потому что она ограничена, моя сила. Поэтому люди, которые постоянно думают о родственниках и молятся Богу, они только чуть-чуть помогают им. Потому что Бог наполняет мою силу, когда я Ему молюсь. Но очень слабо, потому что у меня мало силы. Но если я думаю о Боге и забыл про всех, про родственников, Он знает, что мне надо. И Он наполняет гораздо большей силой их. Это называется удача, понимаете? Когда человек способен забыть про себя и служить Богу. В это время в сердце человека, потому что судьба диагностируется памятью. Вот допустим, вы вспоминаете родственников, вам тяжело сейчас, значит у них тяжелый период. Вы начинаете думать о Боге, помолились, опять вспомнили, чувствуете легче вспоминать. Значит, вы им помогли. Через эту память можно понять, что происходит. Понимаете? Когда легкость на сердце, значит тогда первая стадия победы на судьбе прошла уже. Диагностировать судьбу надо через сердце. Памятью о гонке. Вот вспоминаем о ребенке, легко или нет. Нормально, значит у него сейчас хороший период жизни. Если вспоминаем о ребенке и тяжело стало, так напряженно, значит у него тяжелый период жизни. Что делать? Думать о Боге. И станет легче думать о ребенке. Потому что и ты побеждаешь его судьбу таким образом. То есть победа над судьбой, психической энергии судьбы, не физической, а психической, происходит через память о Боге. Также еще и другие способы есть. Судьба сравнивается с вот это психическое влияние, как дорога. Она иногда трудная и идет в гору. Человек, который помогает другим людям, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Или человек помогает другим людям, он пожертвования делает, допустим. Или в храме служит. И так далее. То есть он как бы делает служение. Заботится обо всем. Тогда меньше, гора становится ниже. Удачливый он такой человек станет. Ему все тоже помогать начинают. Через людей же назад приходит удача. Так побеждает судьба. У тебя у самого все плохо, у тебя денег нет, а ты всем помогаешь. Несмотря на это. И у тебя становится хорошо. Почему? Потому что ты превозмог судьбу свою. Несмотря на то, что все плохо. Вопреки, ты все равно, я желаю всем счастья, о себе не думаешь. И побеждаешь таким судьбом. А если ты задумался, зацепился на себе, все мне плохо, мне почему никто не помогает. Тогда все, ты в штопор попадаешь. Идешь вниз. Судьба побеждает тебя. А как, что она может с человеком сделать? А может даже вывести из тела, убить. Как мы говорим. Все, что угодно может сделать судьба с человеком. Потому что для нее нет нашего тела. Для нее мы вечные. Если будет потом другое тело, и мы начинаем сначала. Начни сначала. Хоть не везет подчас. То есть человек в новом теле сначала начинает опять. Заново. Где он оказался в прошлой жизни, туда он попадает. Психическое состояние такое в этой жизни уже попадает. Некоторые люди помнят. Я начинаю вспоминать свою прошлую жизнь потихоньку. Я был в Молдове. Я знал уже, что где-то в прошлой жизни я родился, жил где-то на западе. Когда был в Молдове, я почувствовал, где-то здесь я жил. И понял, что где-то возле Румынии. Уже вот если сейчас на машине поехать, я прямо найду то место, где я жил в прошлой жизни. Можно вспомнить. Например, такая же память, как ты жил в детстве где-то. Ну и еще только дальше. Еще она более зыбкая. Тяжело в детстве, как будто бы как сон это все. Когда-то я жил там. А в прошлой жизни еще глубже память. Но ее можно вытащить. Человек живет вечно. Никогда не умирает. Поэтому в судьбе все равно, вот в этом теле мы находимся или в следующем, понимаете, мы будем продолжать свою жизнь. Она не остановится. И цель жизни человека очиститься, стать святым и пойти к Богу. И любить Бога, жить с Ним уже не с людьми здесь. Это называется духовный мир. Там нет смерти вообще. Там нет судьбы. Есть судьба, все возрастающие счастья. В этом цель нашей, смысл нашей жизни. Не здесь на земле. Мы здесь обустраиваемся. Здесь все временно. Все, что вы накопили, с собой не возьмете дальше в следующую жизнь. А все, что в сердце накопили, возьмете. Поэтому человек в сердце должен копить. Это естественное, натуральное богатство человека. Добрые дела делайте, в сердце копите. Деньги копите тоже надо для этой жизни. Вот здесь надо тоже что-то делать. Но это не главное. Если только на этом зациклен, тогда все рушится. Потому что жизнь неправильно в русле идет. Есть другой способ побеждать судьбу. Это стать сильным и подняться на гору. Это называется аскезы. Человек постится, когда длительно двигается. Неподвижное стояние. Это называется аскезы для тела. Есть аскезы для ума. Все, не буду грубить никому. Побед дал человек, держится. Нагрубил, извинения попросил. Старается правильно относиться к людям. Аскезы для ума. Режим дня, там, рано вставать, рано ложиться спать. Это аскезы. Они делают человека крепким, сильным. Человек становится сильным, и он может идти по своей судьбе. Ему легче уже становится, потому что он силы набирает, силы. Иногда человек пожертвования совершает, у него судьба легче, но он все равно подняться не может, потому что мало сил. Тогда аскезы, пост, движение. Я желаю всем счастья. То есть аскезы заставлять себя не смотреть телевизор, это аскезы. Ну, допустим, в интернете только работой занимаюсь. Не смотреть сплетни, это аскезы. Когда человек не смотрит сплетни, у него очищается сознание, он лучше понимает свою судьбу. Насмотрелся, у него там бардак в голове стал. А вдруг война? А вдруг кто? Все. Олег Геннадьевич, а земля будет жить дальше. Ну, то есть насмотрелся всякой ерунды там. И все, бардак в башке. То есть он... Почему? Потому что он не знает, что Бог все контролирует. Если Богу надо, земля будет жить. Богу не надо, не будет. Что об этом думать? Ну, ему надо. Он создал же землю, значит, надо будет дальше земля жить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok